Пак Games. Группа, где вы сможете купить игры по очень сладким ценам. В ассортименте есть Forza Horizon 4 Ultimate Edition, Horizon 3 Ultimate Edition, Forza Motorsport 7, также в Ultimate издании и Cyberpunk 2077. Новичкам, которые только открыли для себя мир Horizon 4, будут приятные услуги по покупке кредитов и виллспинов. Также стоит отметить, что группа совсем молодая, но это не повод для беспокойства. Кому интересно, переходим по ссылке в описании. Всем привет, друзья, с вами Дима Монпойнт, и у меня здесь максимально странная ситуация, потому что вот это новая машина для игры. Это Jeep Gladiator Rubicon 2020 года. И сначала, когда я это увидел на презентации разработчиков, я такой типа, чёрт, какого хрена они опять добавляют Jeep, опять какую-то вот американскую машину, кому она нужна? Но! Вчера, когда я зашёл на YouTube, я просто охерел. Англичане и американцы, это как минимум, просто ссались кипятком от этой машины, наснимали кучу роликов и чуть ли не целовали ноги разработчикам за то, что они её добавили. И в некоторых там были заголовки типа, «Машина моей мечты в игре». Серьёзно! Почему этот Jeep настолько сильно любит? Я не понимаю. Давайте сегодня на это всё делать посмотрим. Итак, как я сказал, Jeep Rubicon, Gladiator Rubicon, новая машина в игре, в категории D она находится, то есть достаточно медленная, 498 из производительности. Это у нас подходит уже практически к концу категории D и переходит уже в следующий класс. Поэтому, ну, понятное дело, что она ездит хорошо. Разгон 7.1, полный привод, все дела, да, ну вот такая вот у нас достаточно жирная машина в плане, наверное, может быть, проходимости и подготовленности. Потому что, насколько я понимаю, Rubicon это определённая комплектация у этого автомобиля. Может быть, я ошибаюсь. Если ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста, потому что в Jeep'ах я особо не шарю в их комплектациях и так далее. Но эту машину почему-то все любят. Почему? Я не знаю. Ну, посмотрите, ну, внешне это же просто, ну, типа, вот максимально такой вот, я не знаю, на военный язык, конечно, не повернётся его назвать, но прям вот внедорожник такой брутальный. Почему? Почему столько много людей его любят? Я не понимаю. Вот такое вот у нас здесь подкапотное пространство 3.6 литра, двигатель. Ну, найс, прикольно. Ну, я бы не сказал, что этот движок мощный, судя по категорию автомобиля, да, который у нас добавили этот Jeep. Внутри у нас прям проработали всё максимально. Открываются все двери. Я даже, если захочу, могу сесть назад и посмотреть. Ой, ой, какая здесь посадочка. Ой, какой автомобиль. Подстаканники Е. Ну, это какие-то квадратные подстаканники, мне кажется. Если это вообще подстаканники, то тут внизу, что это, подстаканники или нет? Наверное, подстаканники. Но почему они квадратные? Я не совсем понимаю. Но, ладно, главное, чтобы стаканы туда влезали, и уже хорошо. Так, выходим отсюда. Кстати, далеко не во всех машинах в Форсе можно посидеть сзади. Вот, если мы захотим, можем посмотреть, вот как вот здесь в кузове, что можно накидать. Вот опять же, вот, вот, ладно, американцы, да, они привыкли к таким машинам. Ну, почему англичане радуются этим тачкам? Я этого не понимаю вообще. Ну, ладно. Давайте теперь сядем уже за руль. И сразу же могу сказать, что, в принципе, внутреннее убранство данного автомобиля, оно, ну, достаточно обычное для марки Jeep. То есть, вот они всегда любят в красный покрасить торпеду. Хотя, мне кажется, то, что вот эта вставка, она должна быть под цвет автомобиля. Почему они ее, ну, в Форсе, понятное дело, видимо, не захотели делать под каждый цвет, чтобы торпеда менялась. Все-таки это придется перепрограммировать определенный, ну, переписывать код, короче, игры. Поэтому нахер нужно. Они сейчас не теми делами занимаются, чтобы так заморачиваться. Вот, поэтому, в принципе, если тачка будет красного цвета, то здесь даже все внутри будет подходить. У нас вот так вот все это выглядит. Но, опять же, все максимально спартанский. Вот, ну, не вижу я тут ничего такого, из-за чего прям разрабы мои любимые говорить. Ну, не знаю. Короче, давайте заведем, послушаем хотя бы, как звучит эта машина. Может быть, звучит она хорошо. Ну, звук неплох. Для категории D очень даже неплохо. Есть даже у нас какая-то мультимедийная система. И, смотрите, даже дисплеички загораются. И у нас тут есть нормальный спидометр, тахометр. Но спидометр, кстати, только в милях в час. В километрах в час нет. Ну, это, кстати, еще одна причина, почему американцы и англичане сутся кипятком. Потому что у них как раз мили. И тут прям чисто им угодили, потому что никаких километров в час нет. Вот мне, кстати, интересно. А у нас дисплейчик информационный тоже, наверное, в милях в час будет показывать, да? Который вот этот вот посередине у нас находится. Ладно, в любом случае мы сейчас это узнаем. Поехали прокатимся по дороге. Посмотрим, как эта машина едет. Ну, кстати, есть небольшой спойлер. Я на ней прокатился в соперниках месяца, потому что можно именно там на этой машине уже проехать. И она, в принципе, едет хорошо. Давайте стартуем. У меня ручная коробка передач со сцеплением. Но недостаточная поворачиваемость, это нормально для автомобилей такой категории. Ой, немножечко в отсечку. Поехали. Ну и давайте переключимся на вид от первого лица. И да, у нас спидометр информационный, который посередине, он показывает нам миль в час. Ну, в принципе, зато можно теперь понять, сколько миль в час соответствует километрам в час. Вы только посмотрите, сколько было ТТ-шек. Что тут вообще происходит? Что так много народу ездит? Камон. Так. Ну, слушайте. Ну, для категории Д нормально прет, я вам скажу. И управляется, в принципе, даже неплохо. Да, недостаточная поворачиваемость у него присутствует. Но, как я уже говорил, это нормально для джипов. Во-во-во-во. Во-во-во-во-во! Чё за дрифт? Охренеть. Она боком только что поставилась. Она вообще ставится боком? Чё за фигня? Почему этот джип пытается ехать боком? Чё с ним происходит? Почему он в стойке пытается ехать боком? Я вообще этого не понимаю. Так, у нас тут рейлкэт есть, Асен Мартин, проезжаем Что сейчас будет, подождите Он реально То есть, а как это вообще То есть у него есть недостаточная поворачиваемость Но при этом он на руль отвлекается очень резко Из-за того, что если я резко этим рулем начинаю крутить То он прям боком ставится Но тут, конечно же, все-таки крутящего у него не хватило Так можно было прям поставиться боком и выехать с такого поворота Но он этого не делает Блин, очень странная ситуация, ребят Просто очень странная, потому что эта машина какая-то вообще Ну, по крайней мере, для меня непонятная То есть я привык, что вот если у нас есть недорожник То вот он, ну, типа, у него недостаточно поворачиваемость У него там андерстиры, все вот эти вот вещи, да Здесь вроде как андерстиры есть Но в целом ты их можешь гасить Гасить тем, что просто берешь и закидываешь машину вовнутрь И вот так вот в полудрифте проезжаешь Ну, смотрите, она немножечко начинает затягиваться Когда ты в дрифт входишь Все-таки обороты падают Но это, наверное, у нас из-за движка Короче, что мне хочется сказать в итоге? Слишком много слов Есть потанцевал Есть потанцевал у этой тачки Прям чувствуется И мне кажется, что если приложить сюда руки То можно сделать имбовую машину для бездорожья Прям вот есть у меня такое подозрение Поэтому сейчас мы это все и проверим Но самое главное, посмотрим, есть ли что-нибудь вообще По внешнему тюнингу и так далее Поэтому погнали Манификации тюнинг Мастерская И здесь смотрим сразу по преобразованию Что у нас тут есть замена двигателя И всего лишь один, но при этом какой? Это рейсинг 7.2 литра V8 Not bad Так, серийная трансмиссия Можно на задний привод его поставить Понятно Дрифт привет, как говорится Объемный нагнетатель Можно впихнуть Это если столько у нас движок На рейсинг, может быть, и турбину можно прикрутить Честно, не помню Но, по-моему, что-то там было Так, сзади у нас вот можно, как всегда, во всех джипах сделать Вот эту вот запаску Прикрепить Капот Опаньки Вы посмотрите, что здесь можно сделать Открытую крышу Слушайте, ну вот Есть у меня такое подозрение Что джип просто проплатили им за эту тачку Потому что, ну, по сути Тут можно посмотреть виртуально прям все Чего я могу сделать в реальной жизни с этой машиной Это прям такая живая реклама Заходишь, вон, смотрите Вот если хотели, можете крышу открыть Только я не понимаю, для чего такая крыша Чтоб Чего там Когда метель вьюга или дождь Все на голову усыпалось Вообще обычно это делается для чего? Это делается для охоты Насколько я понимаю Да Чтобы охотиться, высовываться Там, либо для фотографов Тоже удобно Если вдруг кто-то в природу фотографирует Высунулись вот Из крыши Как бы это странно не звучало И фотографируете Какой-нибудь оленя Который не ожидал Что какой-то дурачок С камерой Из крыши вылезет Короче, блин Простите, что я так максимально С иронией отношусь К этому автомобилю Но я честно не понимаю Почему его все так любят Реально не пойму Я не понимаю Любовь Таких К таким автомобилям Я понимаю, что они проходимые Но знаете Когда вы там Находитесь в какой-нибудь Англии И там в принципе Ну если ты живешь В центре города То тебе не нужно Вот это вот Все Максимально проходимость И так далее А там еще и улочки Достаточно узкие Короче Не знаю Гоночный состав Резины для бездорожья Вот это вот я впервые Такое вижу Хотя, наверное Он тут есть Да, мало у нас Конечно С колесами Что можно сделать Никаких проставок Ничего Тут джип Разработчикам сказали Хер вам Ничего не трогайте С нашей машиной Так, здесь все стандартно По тормозам Что? Спортивные тормоза И гоночные тормоза У нас все-таки присутствуют Что по подвесочке И только для гонок По бездорожью Есть подвеска Нет Дрифт все-таки Немножко плакал здесь Хотя, в принципе Нормально едет Все остальное ясно Частокым движком Еще можно сделать Ничего Я понял Так, хорошо Хорошо Ничего толком Мы с этой тачкой Особо сделать не можем Но давайте посмотрим Что по тюнингам Кто что успел наделать Я вижу в Б-классе Birdplane Jeep Интересно звучит S1 899 у нас тут И 5 звезд у этого тюнинга стоит Если вы посмотрите То у нас тут Ускорение Десяточка Разгон Десяточка Интересно Интересно Максимус S1 То есть S1 это максимально У нас получается Прокачка Goodlight Drifting Meta Dirt В Опа Meta Dirt В А-классе Вот это интересно Perfect Offroad Ну короче как я и говорил То что Для кросс-кантри Для оффроуда Эта тачка будет очень хороша Оффроуд Ведмайн Dirt Beast В S1 Dirt Beast Да ладно Мне не верится Цент топ-спид Great S1 Так Hellcat 1000 хп Оффроуд Пуп-пуп Super 700 Мне Очень интересно Что вот это вот За настройка у нас Birdplane Jeep Вообще Как она едет Куда Прям очень интересно Посмотреть И блин Мне нужно удалить Что-то Воу Ну короче Что я могу сказать Jeep превратился В Jeep Trailcat Jeep Gladiator Превратился В Jeep Trailcat Потому что теперь Машина едет Конечно пипец Вообще Вот посмотрите Что происходит Вот такие вот у нас Полеты бывают здесь И поймали дерево Вот короче Очень быстро едет Очень быстро разгоняется Стартует просто нереально С такими буксами Что машину сразу же В занос Пускает Вот единственное Она достаточно тяжело Отлавливается Но при этом Едет вообще хорошо По бездорожью Прям это Это прям как надо Несется Единственное Ну мне кажется Что она все равно Не пройдет проверку Против непобедимых Древотаров Потому что Все таки Ее достаточно Сильно 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 Носят Она не такая Устойчивая Как другие Автомобили И например В этом классе В этой категории Вполне себе Спокойно Поедет Какой нибудь Toyota Baja Например Она очень хорошо Едет У нее хорошо Отрабатывает Подвесочка А здесь подвесочка Достаточно жесткая И видите Что происходит У нас тачка Начинает Дрифтить А из-за того Что Див здесь Настроен немножечко Не так Как хотелось бы По крайней мере У этой настройки Машина Не начинает Вот Сбрасывать Обороты Во время Вот этого дрифта А просто Тупо Несется в стену Я не знаю Может быть Я конечно ошибаюсь Потому что Сейчас Все таки Стоит ее Конечно же В какой нибудь Гоночке Проверить И посмотрим Как она Выдержит Такое боевое Крещение Итак Я выбрал Автокросс У водопада Whitewater Достаточно Сложная трасса Сразу же Показываю Что у нас По настройкам Непобедимые Драйватары Переключение Передачи Оставлю ребят В этот раз Руссное сцепление Потому что На автомате На таких машинах Ездить Это просто Смерти подобно Тачка не будет Разгоняться Не будет ехать правильно Поэтому погнали У нас тут Максимально бездорожье Смотрим сразу же Как она стартует По этой грязи Но стартует Так себе Можно было И пошустрее Это кстати Одна из тех гонок Которая у нас сейчас В новом сезоне И дроватары Меня рамят Сволочи Давайте Стараемся Их обогнать Максимально Ну вот смотрите Что происходит Да Смотрите Смотрите Что происходит Окей Так ладно Вроде в принципе Достаточно устойчиво Едет И прыжок Как она сейчас О, переживет Потому что обычно Здесь машина Эти прыжки Не очень хорошо переживает Нормально Нормально пережила Так стараемся Аккуратно переключаться Ну тачку Все таки кидает Достаточно Достаточно Жестко настроена Подвеска И из-за этого Машина Хоть и управляется Вроде-ка Но кочки Отрабатывает Крайне жестко Вот тут вот Перемоточка Потому что мы сейчас Влезем просто в деревья Я решил немножечко Пойти левее Чтобы не задеть Вот этот вот Форт перед нами Вот если Вот так мы проедем Вот это уже Другое дело Но вот смотрите Все равно в жопу Он к нам приехал Я напоминаю Что это дроватар Уровня непобедимый Так топим Топим В принципе с этой машиной Можно справляться Если как-то правильно Научиться ей управлять Но в принципе В принципе В принципе неплохо Но опять же Подвеска не так хорошо Обрабатывать Как могла бы Хотя смотрите Воду Воду проходит хорошо Небольшой занос У нас все-таки случился Отправились мы Немножечко на камни Снова по воде Вот здесь по воде Делать конечно нельзя так Нельзя там проезжать И вот тут вот Отправляемся в кусты Деревья Слишком сильно вынесло И сразу же Все нас догоняют Ну короче Не чувствуется у меня В ней имбовости Конечно же Ехать на ней можно Но вот видите Вот эти вот сносы И это конечно Что-то с чем-то Дорогу Не особо держит Короче к таким машинам Нужно максимально привыкать Jeep Trailcat То же самое Я точно так же На нем ехал Можете на записи Трансляции это посмотреть И Давай Давай Нет Все таки Нереально сложное управление На нем И реально Вот эти вот Зажатые подвески Кочки эти Отрабатываются Очень жестко И из-за этого Иногда машина начинает Терять сцепление С дорогой Потому что начинает Подскакивать То есть В таких заездах Лучше брать машину С максимально Мягкой Подвеской Которая Ну отрабатывает Правильно все эти кочки И лучший вариант Как я уже говорил Это Toyota Baja В принципе Для таких заездов Тут даже как бы выбирать Не приходится Она топчик Она едет очень хорошо А здесь такое Знаете Оно на любителя То есть она видно Что едет Но к ней нужно Максимально привыкать Понимать Как этим всем делом Управлять И как заходить Правильно в повороты Потому что Нужно Рассчитывать Ту тему Что тачку Может просто вынести И нужно как-то Успевать ее отлавливать Так что Блин Я теперь вообще Максимально не знаю Почему любит этот Джип Гладиатор Вообще непонятно В общем Как-то вот такая Вот у нас серия Получилась Всем огромное спасибо Кто посмотрел Надеюсь вы оценили Эту серию лайком Подписались на канал Если еще этого не сделали И конечно же нажали на колокольчик Чтобы не пропускать Мои новые видео С вами был Дима OnePoint И всем Пока-пока Треватары Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok